Привет всем трудящимся, джентльмены, я уверен, что большинство из вас, из нас, ну я в том числе, периодически такие волны микроскопических панических атак накатывают, что хуже становится жить не просто с каждым месяцем, а буквально с каждой недели, каждый день несет какую-то угрозу в себе. Понятно, там события на Украине, паника, коронавирус, все дела. Ну, буквально вчера, позавчера я сюжет смотрел, значит, время вперед, youtube-канал, и там, значит, такой сюжет, что Россия кипит от строек, значит, там строится что-то инновационное, там что-то глобальное. Вот почему-то меня лично не покидает ощущение, что несмотря на вот эту динамику, что мы пытаемся что-то набрать, у нас все равно избыточная смертность 45 человек в час, это никуда от нее не денешься, я думаю, даже цифры занижены, и вот мы все равно как-то вот карабкаемся, карабкаемся, бежим и все равно куда-то скатываемся в пропасть, причем пропасть такую, знаете, безнадежную, вот вокруг нищету. Вот я не говорю, кстати, что у нас там благосостояние повысилось, посмотрите, у всех айфоны, посмотрите, у всех машин, вот этого говна, барахла, значит, понабрали и думают, что вот жить стало лучше, да, такой комфортно у нас, да, ну вы что будете, гречку по 70 рублей кушать, да, или айфон облизывать, мне кажется, если айфон облизывать, ты сытее, да, не будешь, то есть как-то в голове людей подменили ценности, и вот мучительно все-таки мы начинаем признавать, да, что вот эти все игрушки, барахолка, вот эта вся, она просто для того, чтобы сожрать свободное время у человека, либо заставить его просто больше работать, да, то есть, а я, кстати, не нагнетаю, вот как вот Константин Семин на своем канале делает, а, все пропало там, все, нахрен, все, белая простыня и ползкомночный погост туда, я как-то стараюсь более оптимистически смотреть, но, когда я вижу людей, которые задавлены, да, вот этой вот нищетой, вот со всех сторон нет выхода, как будто коридор возможностей, просто он какой-то узкий, ни туда, ни сюда не рыпнешься, и вот понаберут кредитов, там, микрозаймов, да, и я понимаю, что я не могу их осуждать, то есть, как-то им что-то объяснять, потому что человек, когда в такую ситуацию попадает, он совершает необдуманные поступки, и только потом думает, блин, а нафиг я лучше, не знаю, поголодал, чем брал кредит, и у нас сейчас, да, у нас всегда была такая, знаете, удача, да, поехать работать за границу, вот неважно кем, да, там, не знаю, собирать в эту клюкву или чернику в Финляндии, там, работать на рыбзавод в Норвегии, в Испании, там, в Италии сиделкой сидеть там, там, кстати, нужны люди со средним медицинским образованием, потому что возраст дожить у них высокий, да, то есть, там много одиноких пенсионеров богатых, и, пожалуйста, нужно рабочие силы, вот эти, значит, утки выносить за ними, ну, оказывает такую среднеквалифицированную медицинскую помощь, имейте в виду, ну, и постоянно вот слышу, что вот у меня друг уехал, значит, в Америку, работает, там, не знаю, дальнобойщиком, получает фантастический 5 тысяч долларов и никогда не хочется сюда возвращаться, тоже недавно смотрел, значит, Алекс Брежнев, значит, эмигрант, поехал в Америку в свое время, поехал, и он рассказывает про жизнь, что там жизнь вообще не сахар, и особенно, когда у тебя подрастают дети, они начинают ходить в английскую школу, то есть, дети общаются дома, в школе, везде, на английском языке, вы знаете русский, да, и они с вами, ваши дети, общаются на английском, то есть, такая гигантская психологическая проблема, не решаемая вот среди эмигрантов, я бы не знаю, как бы ее решал, но иначе у нас с ума сошел, и вот это желание свалить из проклятой Рашки настолько сильное, просто люди теряют всякий страх, да, думают, что их вот там кто-то ждет, вот, кстати, товарищи пишут, в Бангладеш, да, у нас строят атомную электростанцию, Рупур, там около полутора тысяч, по моему, по моим данным, россиян трудятся, и вот товарищи, значит, пишет в комментариях, Борис Иванович, не спите, раз нет мозгов сдернуть с Рашки, начинайте думать, хреново туча курсов, выучись на электромонтажник, он пишет, скатай в Бангладеш, заработай на квартиру, выучись на электрослесаря по ремонту кранов, их вообще сейчас нет, стань электриком, везде требуется, не пей, не пей, согласен, а вот другой пишет буквально Евгений Малахов, не могу никак улететь домой, пишет, так как заболел коронавирусной инфекцией, и поэтому из страны не выпускают, никто в госпиталь не отправляет на лечение, лекарства, которые местный терапевт выписывает, не помогают, только хуже становится, что делать-то, можешь проинструктировать, кому обратиться за помощью, работаю в Бангладеш, кстати, это не только вот для Бангладеш, это вообще характерно, вы уехали на вахту, в Тобольск ездили с Волгограда, заболел человек воспалением легких, ему дают какие-то таблетки, лишь бы он просто в эту поликлинику не ходил, никто его там лечить не собирается, кстати, залез, я посоветовал, что обращаться нужно в посольство, либо к своему работодателю, вот в посольство тоже залез, про юридическую помощь россиянам, значит, и там дается список из пяти адвокатов, открываю, работа с русскими, рабочие языки бенгальский и английский, то есть, кто, друзья из вас, знает бенгальский или английский, пожалуйста, можете обращаться, ну и тут вот подоспели новости, кстати, по СМИ, в Бангладеш за 11 дней умерли пять россиян, занятых на стройке АЭС, вот, и вот, к сожалению, в соцсетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования, в настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, это вот с бангладешцами, работающими над установлением причин каждого случая смерти, заявили госкорпорации Росатом, так что, друзья, несмотря на нашу техническую грамотность, базарную разовность, когда мы считаем себя специалистами, мы едем за границу, не зная языка, мы выглядим там, ну, вот, не лучший вот самого последнего узбека, который с далекого там аула пришел в Москву, да, какие у него есть права, да, в Москве, если он не знает русского языка, ладно, права есть, а эти возможности, какие у него, да нет у него никаких возможностей, потому что язык он не знает, и к нему всегда будут относиться, как к человеку третьего сорта, и даже если вот сейчас говорят, что специалист, там, поехал в США, живет хорошо, ну, возможно, какие-то единичные случаи я не исключаю, что им там условия, значит, обеспечивают, там, вот эти вот кофе-тайм, они на пуфиках сидят у себя, да, и там у них все красиво, значит, цветы, птички поют, это вот фермер тоже коровам своим включает Бетховена, и у них повышается надой молока, да, но просто цель фермера и вот эти госкорпорации, неважно, они русские, да русские, наверное, еще более кровожадные, мне кажется, они нацелены на то, чтобы вот человека просто выжать и максимум его вот этот интеллектуальный, физический, энергетический ресурс, просто вот как вымел, так выдавить, да, его как лимон в эту копилку в госкорпоративную, что, ну, не знаю, не стоит как-то обнадеживаться, да, там, в розовых мечтах своих на этом радужном гемнороге, что, о, меня тут ценят, они ценят тебя, вот, насколько фермер ценит корову, когда она молоко дает, вот корову перестает молоко приносить и конец у нее какой, да, ну, на мясокомбинате в лучшем случае, если не заболеет, а заболеет скотомогильники, да, там, в крематории сожгут, поэтому, друзья, товарищи, к чему я вот веду, если даже у вас какая-то возможность появилась с этой гребаной рашки свалить, не торопитесь, осмотритесь, да, просчитайте, кем вы будете там на 10 лет вперед, потому что если вы грамотный специалист, возможно, лучше работать здесь, работать на себя, где-то в российской компании-корпорации, да, потому что если какой-то замес попадете юридический, здесь у вас будет, наверное, чуть-чуть больше прав, возможности, да, не прав, возможности отстоять себя, да, в борьбе с этими системами или корпорацией, какая из них кровожаднее, я, честно, не уверен, мне кажется, наши, они даже более кровожадные в отношении людей, да, более бесчеловечные, чем западные, там, возможно, для своих какие-то законы и работают, а для нас, ну, сами видите ситуацию. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр, если со мной согласны, ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал, оставляйте комментарии, может быть, я не прав, может быть, там, в Бангладеш, вот в этих, там, закрытых городах, да, все хорошо живут, хорошо кушают, но, может быть, не у всех так. Всем успехов в труе и безопасной работы, пока. В этом мире столько всякого легко себя потерять.